Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу вам рассказать о такой необычной культуре, как имбирь. Имбирь, конечно, не растение для нашей зоны, однако его можно вырастить у нас в теплице, либо в домашних условиях. В природных условиях, в теплых краях, где имбирь привычная культура, данное растение может достигать высоту 2 метра. Однако у нас растения такой высоты не будет. Ориентировочно до метра высотой имбирь может вырасти. Все очень просто. В магазине можно приобрести вот такое корневище и использовать его в качестве посадочного материала. В обязательном порядке надо обратить внимание, чтобы на корневище были живые ростовые почки. Иногда производители их вырезают, чтобы корневище дольше хранилось, не прорастало. Поэтому внимательно осмотрите вот такое корневище. Если много ростовых почечек живых, то, конечно, подойдет для выращивания. Еще один момент. Если корневище сухое, подвявшее, подсохшее немного, но ростовые почки живые, его тоже можно использовать. Если оно подсохло, просто замочите на двое суток его в воде. И все, и можно высаживать. Надо сказать, что с одного корневища можно получить много посадочного материала. Просто нужно его разделить на части. Посмотреть, чтобы присутствовали ростовые почки. Взять нож и отрезать. Вот таким образом. И это уже можно высаживать. Срез нужно окунуть в залу, чтобы дезинфицировать. Дождаться, чтобы немножко подсох этот срез. И высадить в подготовленную почву. Важный момент. Имбирь имеет очень долгий вегетационный период. От 8 до 10 месяцев. Поэтому на грядку такие корневища мы высаживать сразу не можем. Они не успеют вырасти до зимы. Будем выращивать через рассаду. Ориентировочные сроки посадки это январь месяц, начало февраля. После того, как мы подготовили посадочный материал, нужно позаботиться о подготовке грунта. Какой грунт можно использовать? Можно приобрести обычный грунт для овощей, либо комнатных цветов в магазине. Главное, чтобы он был легким и плодородным. А можно составить грунт самостоятельно. Взять одну часть листовой земли, одну часть дерновой земли и одну часть песка. Все смешать в равных пропорциях и получится субстрат для посадки имбиря. Надо сказать, что имбирь не любит прямые солнечные лучи. Поэтому после посадки в горшок их лучше поставить где-то на стол, чтобы попадал свет, но он был рассеян. На подоконник ставить не нужно. Глубина посадки корневища примерно 5-7 сантиметров. Высаживаем в подготовленную почву этот отрезок корневища. Поливаем и укрываем целлофаном. Для чего это делается? Для того, чтобы почва не пересыхала. Примерно через 2 недели появятся первые ростки. По мере роста имбирь нужно поливать, как любые другие растения. Иногда нужно подкармливать. Очень хорошо имбирь отзывается на внесение калийных удобрений. Можно использовать золу обычную. Летом, когда вы высадили уже на грядку имбирь, либо в теплицу, можно подкармливать обычной бродиловкой из травы. Также имбирю данная подкормка понравится. Когда же садить имбирь? Высаживать имбирь в открытый грунт следует только в теплую погоду, когда минует угроза возвратных заморозков. Ориентировочно это середина и даже конец мая. Лучше, конечно, имбирь выращивать под легким укрытием из панбонда, потому что оно будет сохранять влагу, будет защищать имбирь от прямых солнечных лучей и будет сохранять тепло. Не будет перепадов ночных и дневных температур резких, потому что имбирь может остановить свой рост и развитие уже даже при температуре ниже 18 градусов тепла. И имбирь любит тепло. Даже в домашних условиях, если вы выращиваете имбирь, то температура должна быть плюс 22, плюс 25 градусов тепла. По моему мнению, лучше имбирь все-таки выращивать не на грядке, а в теплице. Почему? Потому что уже в сентябре у нас наступают холодные ночи и имбирь прекращает свой рост. Останавливается в росте. Поэтому уже в середине сентября нам нужно выкопать из грядки имбирь, пересадить обратно в коржки и занести в помещение для доращивания. Но если имбирь растет в теплице, то он может расти до октября месяца. В теплице более стабильная температура, есть тепло. И плюс в теплице есть небольшое затенение. Например, если высадить имбирь между томатами, то в летнюю жару, когда солнце яркое, томаты будут защищать имбирь от прямых солнечных лучей. Имбирь будет хорошо развиваться. В летний период, конечно, в теплице почва быстро пересыхает. Нужно обеспечить полив. А лучше замульчировать место посадки. Очень хорошо мульчировать перепревшим навозом, либо компостом. Можно вместо посадки укрыть сеном, соломой. Это также очень хорошо для имбиря. Благодаря таким нехитрым действиям имбирь вполне вырастет до октября месяца, и вы можете собрать урожай. Имбирь, конечно, можно использовать с разными целями. Его используют и в лекарственных целях. Например, готовят очень полезный чай при простудных заболеваниях. Даже есть мнение, что имбирь помогает при коронавирусе. А еще имбирь – отличные специи. Его добавляют во многие блюда, а также в выпечку, например, в то же имбирное печенье. Всем рекомендую посадить имбирь у себя на участке, либо выращивать у себя в квартире. На самом деле это не так уж и сложно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.